Всем привет! Мастерская слава компания. Я, Вячеслав, приветствую вас. В сегодняшнем ролике мы немного вернемся ко вчерашнему ролику. Есть пару вопросов, на которые хочется ответить. Ну и в конце ролика дадим возможность приобрести один нож, ну, за дешево, так скажем, как многие хотят. Ну, это будет опять не лотерея, а аукцион. Аукцион недорогого ножа. Ну, посмотрите, посмотрите, все по порядку. Давайте вернемся ко вчерашнему ролику. Ну, начнем с ножа С4. Возник вопрос по его стоимости. Я сразу скажу, что меня это, я не оправдываюсь, меня это, как сказать, ну, вот такая есть цена, есть цена. Вы хотите приобретайте, хотите нет. Сразу хочу сказать, что на него было несколько обращений, несколько заказов по его приобретению. Ну, кто первый дозвонился до Ивана. Затем и забронировали. Ну, заказаны еще к нему деревянные ножны, какая-то художественная работа еще. Вот я вчера в Нижний после ролика съездил, так не сильно в курсе, но не в этом дело. Дело в том, что по этому ножу было несколько обращений, несколько заказов. Ну, и по цене, почему такая цена, там вопрос, ну, да, 95-й. Вот, может, вы впереди планеты, но из 95-й за 7 тысяч маленький ножик лишку. Ну, и там 7 ответов, все. Ну, и я хочу свой ответ вставить. Вот, ну, в дискуссии там я маленько почитал, но в дискуссии почитал. Смысл такой, что лучше купить, ну, в те же деньги пускай нож, но с более, там, лучшей сталью. Пускай немного косенький, немного кривой, с недостатками, но зато сталь лучше. Я скажу, вот, большинство, если взять 100 человек, ну, большинство, наверное, человек 80 скажет именно так, как вы. И вы в этом правы. Но есть и другая правда, ну, на мой взгляд. Вот, например, такие ножи нам заказывают, ну, допустим, звонит постоянный клиент, говорит, мне нужен другу подарок сделать. Друг, скорее всего, не будет ухаживать сильно за ножом, то есть он не нажимал, ничего. Вот, то есть надо нержавеющий, более такой бюджетный, не сильно дорогой нержавеющий нож. Но так, чтобы не к чему было придраться. То есть он может придраться к мелочам, то есть эстетически должно выглядеть все супер. И вот теперь давайте подумаем. Вот такие вот ножи, с неплохой сталью, как К340, по-моему, там был, писали. Чуть-чуть с косячками, чуть-чуть где-то неровно, чуть-чуть вот, ну, где-то чуть-чуть, по чуть-чуть. Таких предложений на рынке куча, много. То есть вы открываете интернет, и таких предложений, ну, просто много. И если бы я когда-то сделал концепцию на такие ножи, то есть 4,5 года назад, вы бы даже не посмотрели в нашу сторону. Потому что известных организаций, которые рекламу много, и уже очень известные, с такими ножами, их очень много. Выбор огромный. Ну, именно то, что вы там пишите. А мы предлагаем маленько другую концепцию. То есть нож, ну, до которого сложно придраться. Именно, ну, вот пускай под такие заказы даже. Вот то, что я сейчас сказал, это часто так звонят, говорят. Вот этого на рынке не очень много. Вообще, можно сказать, нет. Еще нас приравнивают, хочу сразу сказать, пытаются приравнять к уровню частных мастеров. Ну, я, честно говоря, не считаю, что мы подошли к уровню частных мастеров. Нет. Все-таки частные мастера и частные мастера, мы не на ихом уровне. Это я вам 100% уговорю. Когда я, когда мы начинали, была, ну, вот я, как концепцию фирмы, концепцию мастерской, спланировал так, что, ну, я знал рынок же. Есть, вот как вы говорите, ножи, так, с хорошей стали, но чуть-чуть, чуть-чуть с недостатками. Их много. Есть ножи частных мастеров. Их немного, у них заказы есть, но они делают, ну, в единичных экземплярах, то есть, получить, он и дорогой получается нож, довольно-таки, ну, и получить его долго. Ну, так вышло, что и у нас сейчас не быстро можно получить нож, хотя и можно быстро получить. То есть, тоже по-разному, в зависимости от заказа, ну, и можно в наличии что-то получить. И вот я решил, что вот эта вот середина, сегмент, вот эта середина между ножами среднего уровня и ножами высокого уровня, вот эта вот середина, она практически пустая. И поэтому я решил, что мы будем работать в этом сегменте, пытаться сделать, влезть в рынок, вот именно в эту середину. В принципе, так и получилось. Повторюсь, если бы вы, если бы мы делали чуть-чуть костенько, чуть-чуть кривенько, но с более лучшей сталью по цене, по ценам примерно тем же, что и все остальные, ну, вы бы просто нас не заметили и все. Честно сказать, не заметили в этом рынке большом новую компанию, заметить с тем же товаром, которого очень много, но нереально. Поэтому сразу с начала открытия мастерской цены были уже выше, чем средние цены, но чем цены на рынке. Я вам скажу, 4,5 года назад мы стали изготавливать свою продукцию, ну, еще в гаражах, еще вот так вот. Но тогда уже цены на Х12МФ и на 95-е были 6,5 тысяч рублей за нож. За 4,5 года, ну, 7,900 сейчас, минус скидка 7,100 получается для подписчиков. Скажу, за 4,5 года не сильно цены у нас выросли. По сравнению с комплектующими. Поэтому, вот, поэтому такая цена. Поэтому, в принципе, ну, я себя считаю правым. Поэтому на этот нож было несколько заказов. То есть, если есть люди, готовые приобрести по такой цене нож с таким качеством. Значит, мы на правильный. Ну, посмотрите, литье. То есть, вы же расцениваете только марку стали. Вы не смотрите на дизайн, который был разработан когда-то. Не смотрите на сборку. Здесь все, я могу сказать. Вот недавно я лестницу делал на второй этаж, заказывал. И вот лестницы делают из одного и того же металла. То есть, один и тот же там металл. Профиль один и тот же, уголок один и тот же. Но цены разные. Мастерских мастеров цены разные. Вроде бы как как по-вашему, то должны быть одинаковые цены. Металл же один и тот же. Ну, цены-то разные. Уровень работ разный. Ну, и здесь примерно такая же ерунда. Я не оправдываюсь, кстати, ничего. Я просто говорю, вот наш как ну мой подход к работе. Скажем так. Кстати, я извиняюсь иногда за долгие монологи. Мне лестницы звонят. Ну, мне ну вот, например, мне бы нравился формат, когда не просто так о, ребятишки, глядите, какой ножичек, глядите, как блестит, какая подгоночка, блин. ну, а еще еще вдруг рубят, ввозди, и все. О, покупайте, мне такой формат не нравится. По-моему, объясняю вот концепцию фирмы, куда мы хотим идти, зачем мы хотим идти, зачем мы вообще работаем. Ну, я думаю, что это кому-то должно быть интересно. вот. Ну, поэтому у меня и подписчиков не десятки тысяч. Ну, мне хватает, в принципе. Я, я часто всегда говорю, что я, у меня нет цели сейчас, вот в данный момент заработать кучу бабла и жить спокойно. Сейчас возник вопрос, что машина уже сыпется на 11 лет. Ну, вот купить ее не на что. Рассматриваю лизинг, кредит, но нету цели. Я же не раз говорил, у меня цель сделать бренд. Все очень просто. Дерево жизни, помните, недавно нож, не просто же так я задумывался об этом. Ну, все, все очень просто. Я хочу, чтобы мои потомки потом меня вспоминали как основателя, как сказать, семейного бизнеса. бизнеса. Примерно так. Поэтому для меня на данный момент заработок не столь важен, сколь важно вот это вот продвижение бренда, качество и все остальное. Далее. По этому ножу. Я даже, честно, не обратил внимания, поэтому не показал. Возник вопрос вот по этой вот, что намешали там смолу с пылью, залили, блин, вы о чем говорить. Я же не идиот, чтобы из-за одной деревяшки себе репутацию портить. замешать, пускай тысячу рублей, там, иногда полторы тысячи деревяшка стоит, но на этом же не экономить. то есть внимательно показываю. Это кап ореха. Капи орехи бывают сучки. Вот это сучок. Давайте внимательно все посмотрим эту ручку. Как там написано, могли вы получше дерево поставить. Вообще охрененное дерево. на мой вкус охрененное дерево. А вот это индивидуальная особенность именно этого бруска. Вообще в моем вкусе, моем понимании это такая фишка для этого ножа. Его не спутаешь потом ни с кем. Я люблю вот такие маленькие всякие фигуринки в дереве. Ну вот было просто такое. То есть такие деревяшек можно все-таки купить. А вот с этой индивидуальной особенностью такая небольшая фишечка. То есть его ни с кем не спутаешь. Не знаю. Мне нравятся такие чуть-чуть. Это же в некоторых вещах дорогом деревья. Дорогой мебели когда какой-то сучок идут. Например, я ламинат купил. Как раз ламинат как бы сделан под сучки и с трещинками. Классно. Должно классно смотреться. Еще не положил. Лежит несколько месяцев лежит. Вот. Так что это не замазано ничем. Никакой тут пыли с боксидкой нет. Пыли с боксидкой потом вывалится у вас. А чем мне это? Вы потом мне его пришлете и мне бесплатно надо будет переделывать ручку. Мне это надо? Нет. Так что вот еще раз покажу. Это не пыль с боксидкой. Это охрененное родимое пятно дерева. Скажем так. Так. Много чего хотел сказать насчет этого. А еще там было по этому как его потому что я волку показал то что там давно с давних времен делают волк воющий вну. Я согласен полностью согласен с давних времен изображает в рисунках там картинах везде наскальных может быть не знаю волк воющий вну. Это классика. Я не про это. Я про то что эту тему можно было сделать не копией точного волка. То есть неухудшенной копией так скажем нашего волка. Эту тему можно было обыграть еще лучше еще как-то не делать взять тупо сделать копию волка. Я вот скажу вам есть несколько вариантов работы в этом плане. Ну допустим присылает мне клиент у друга есть нож присылает мне клиент мне нужен такой нож ну с таким волком то допустим или в такой вот такой вот такой зодиака вот такой вот мне нужно показывать фотографию есть варианты работы без Без вопросов, вы же платите деньги, мы сделаем, этому художнику дал. Он скопировал, получили деньги в шоколаде. Думать не надо, ни хрена ничего не надо в шоколаде. Вот кто пытался у меня так заказать нож, вот любой скажет, что я на это ни разу не пошел. Мне просто работа это неинтересна. Кого-то копировать, кто что-то сделал. Нет, я всегда говорю, что мы можем сделать нож в этой теме, нож в этой теме, но мы ее сделаем по-своему. И мы пытаемся делать это по-своему. И цель таких заказов, в таких заказах моя цель. Моя цель, чтобы вы получили изделие, по уровню работы, превышающие то, что вы планировали получить. То есть цель моя, что вы получили лучше того, что вы планировали получить, что вы заказывали. Поэтому мы сидим с Ромой, например, думаем, что делать. Иногда Рома один думает, иногда я тут сижу, думаю, как это все обделывать. Иногда мы потом вместе все равно. Но никогда нет копии. Я никогда не берусь за то, чтобы повторить чью-то работу. Просто нам это неинтересно. Вот. То есть разные подходы к работе. Я к этому показал этот нож и говорю. Есть, опять же, вариант. Ну, например, смотришь там в интернете, есть удачные ножи, удачная тема. И начинаешь эту тему. Тем более, если в одном экземпляре она вышла, мало кто видел, ты начинаешь делать серию таких ножей. В этой теме. Мы так тоже не работаем. Мы ищем свои темы. Ну, вот примерно этим наша мастерская отличается от многих мастерских. Получается даже брендовых. Так что вот, концепции нашей работы быть индивидуальными. Ну и давайте начнем. Не будем долго продолжать эту дискуссию. Это вообще бесконечная дискуссия. Поэтому так немного затронули ее. И хватит. На будущее ставим еще. Еще нам не будем долго дискутировать. Можно будет. Давайте сейчас на аукцион выставим нож. Нож ученический. Вот он будет в этих ножнах. Прошу обратить внимание. Тоже кожа. Кожа немного тут вот так вот. Я не знаю, с браком это, не с браком. Но вот такая кожа попадается. То есть ее в листе. Я прошу, чтобы мне выбирали кожу. Но это не брак, это уровень отделки. То есть это не царапина, ничего. Это так выделана кожа. Вот. То есть при заказе обратите на это внимание. Что будет такое. Далее. Вот это из той серии. Недорогой металл, как вы считаете. Х-12 МФ. Есть недостатки небольшие по шлифовке. Ну, то есть, вы сами. Я не буду показывать. Вы сами смотрите. Для кого-то это, ну, то есть, это выпускает. Это не недостаток. Это, в принципе, совершенно нормально для меня. И тут есть недостатки. В этом. Вы смотрите сами. Есть они или нет, по вашему мнению. Я даже не смотрел подгонку толком. Вот. Наверное, есть небольшой недостаток подгонки. Ну, вот рукоять такая. Андрей, я ролик снимаю. Давайте пару минут еще. Вот. Извиняюсь. А тут звонит. Звонит. Все время-то вроде не рабочая. Сколько времени? А, рабочая. 18 минут. Ну, вот такой вот наш. Модель S2. Модель S2, где у меня? Нет, пришел. Я сегодня с утра пришел. Никто не взял. Давайте так смеем. 140 миллиметров длина клинка. Ширина клинка 29,5 миллиметров. Толщина клинка 4,1 миллиметра. Длина рукояти 117 миллиметров. Шлифовка и сборка этого ножа ученики делали. Я говорил, что у нас сейчас ученики пришли. Ученик на шлифовку пришел. Ученик пришел на сборку. Ученик пришел на вышкуривание. Вот это нож ихого изготовления совместный. Не одного ученика, а трех. Трех учеников. Вот смотрите. Давайте еще раз покажу внимательно. Сразу скажу, что заточка на этом ноже будет на гриндере. Мне просто нет смысла. Ну, если кто выберет, захочет заточить вручную, скажете, ну, смотря за какую цену копит, так скажем. Это будет аукцион. То есть начальная цена 1 рубль. Ну, вот и сами решите, сколько стоимость этого ножа. Давайте мы возьмем сутки до завтрашнего утра. Кто больше даст? Если вообще кто-то что-то даст. Ну, я думаю, 5 рублей-то кто-нибудь даст. То есть, вот здесь я сказал, есть недостатки. Ну, и стоимость. Стоимость, я не знаю, сами определите стоимость тогда этого ножа с недостатками от мастерской слонной компании. От мастерской слон и ученики. Вот, так назовем это еще. Это не слон от компании, слон и ученики. Ну, все, хорошего дня вам. Надеюсь, не сильно я тут нудно это все. Хотя, наверное, нудно. Ну, вот такой вот товарищ я нудный. Я просто, как в долгой раз говорил, я не умею играть. Я актер из меня никудышный. На сцену я не лезу. Поэтому здесь я такой же, как и там в жизни. Всем удачи, всем здоровья. До новых встреч. До новых встреч.